Добрый вечер, это программа «Особое мнение». Меня зовут Ольга Журавлёва, у нас в гостях писатель Виктор Шендерович. Здравствуйте, Виктор. Добрый вечер. Вам тут пишут в несколько агрессивной форме, что вы наверняка по преступнику Соколовскому будете ныть. А как же, отвечаю я. У меня вопрос, пишет слушатель. Человек сознательно, умышленно и спланированно нарушил закон. Каким бы этот закон ни был, его нужно уважать. Не такая уж эта дикость не лезть со своими плясками и покемонами в храм. Скажите, а нарушился Соколовский закон по-вашему? Ну, я небольшой знаток закона, тут юрист должны. Но сама постановка вопроса, что каков бы он ни был, всё, что делал Гитлер, напомню, было сделано по закону. Исключительно, строго, с немецкой тщательностью. Про законы были такие. Ну, такая вот была власть, её избрал народ, потом как-то забыл переизбрать, потом как-то оказалось, что лучше один фюрер и одна власть бессменная. Да, а всё было по закону сделано. И это была главная, кстати говоря, линия защиты Нюрнбергского трибуна на Нюрнбергском процессе и потом у Эйхмана, что всё по закону, всё по закону. Не всякие законы, во-первых, следует выполнять. Ну, это так, апропор. Что касается приговора Соколовскому, то вне зависимости от того, как к нему относиться, вот тут на здоровье. Мы отношения не обсуждаем. А можно Виктор Шендорович скажет, как ему лично Соколовский и его деятельность? Я не в восторге. Я не в восторге от некоторых форм выражения своих мыслей, допустим, да? Я могу быть не в восторге. Но это не имеет никакого значения вообще. Потому что о вкусах мы будем говорить вот там, где мы разговариваем о вкусах. Есть приговор. Приговор за экспрессивно окрашенную лексику, речевую деятельность, а также двигательную активность лица. Да. Мы имеем обвинительный приговор в России. Это новое слово в правосудии. И огромные перспективы открываются. Мы имеем обвинительный приговор за двигательную активность лица. Тут мне хотелось бы подробнее. У меня у самого довольно подвижная мимика. Мне, например, хочется знать, с какого момента тут начинается уголовный кодекс и срок. В чей адрес двигаете лицом? Да, да, да. Не на мой ли счёт вы грызёте ноготь? Сэр, вспомнил образованная Журавлёва, первый акт Ромео Джульетты, да? Так вот, если хочется кровопролития, тогда можно обидеться на этот самый ноготь, разумеется. Если хочется кровопролития, раз уж ты отсылаешь к Ромео Джульетте. Если не хочется кровопролития, да, тогда можно, да, другое дело. Но если хочется кровопролития, то можно зарезать за этот ноготь, разумеется. Так вот, про двигательную активность лица, про мышечную. Какая группа мышц у нас на лице отвечает за разжигание розник социальным группам? Ничего этого в приговоре нет. Но прецедент потрясающий совершенно. Ну мы должны радоваться, у нас, во-первых, непрецедентное право, а во-вторых, приговор условный. Приговор условный, маразм безусловный. Маразм безусловный этого приговора. И должен сказать, что, ну конечно, мы все радуемся, я уже говорил об этом, мы все радуемся, что мы не Северная Корея. Мы все радуемся, да, а мог и бритвы по глазам, как в том анекдоте. Конечно. Но, братцы мои, очередной шажок, ясный, внятный шажок в сторону ада. Очередное понижение, стремительное понижение норм. Довольно стремительное, потому что за слова сажали, а вот за ноготь, за выражение лица еще нет. Так, продолжим дальше. И поцитирую, понаслаждаемся, там ведь много чего в этом приговоре, просто обнаслаждаемся. Соколовский виновен в переосмыслении непорочного зачатия. 21 век, напоминаю, у нас, мы в 21 веке, но в России, но в 21 веке. Переосмысление непорочного зачатия. Надо сказать, что до Соколовского в этом переосмыслении были замечены довольно многие активные блогеры, начиная как минимум с Вольтера, да. Вообще, список злостных атеистов я тут выписал. Ну, так, от Гераклита, проездом через Монтенни и Спиноза, до Ивана Сергеевича Тургенева. А Тургенев всю Америку любил. Вообще, в топку. Кстати, в этом Соколовского тоже, ну, не в Америке, а в том, что он за границу собирался, тоже там как-то упомянуто. О, это тоже высказывал мысли, что хочет уехать за границу в обвинительном приговоре. Ау, ку-ку. В обвинительном приговоре. Не на комсомольском собрании, но это ладно. В обвинительном приговоре. И что там лучше государственный строй. А еще его осудили за то, что он формирует мнение, что в России царит мракобесие и произвол. Это просто гениально. Если бы не было этого приговора, то можно было бы еще как-то полемизировать. Но приговор-то вот. Этот приговор подтверждает правоту блогера Соколовского. Абсолютно. Да? С полным. Так вот, братцы мои. По поводу списка атеистов. И ныне царствующего, надвигающегося, уже формализуемого Средневековья. Средневековья. Значит, давайте как-то мы решим, чего мы хотим-то от нашей страны. Чего мы строим? Какую такую страну мы строим? Надо как-то определяться с направлением. Потому что может действительно изъять из библиотек Ивана Сергеевича Тургенева, Монтене, Спинозу. Не надо подсказывать. Сейчас главный рефрен. Не надо подсказывать. И удавиться на поясе Богородицы всем. Братцы, Средневековье. Средневековье. И я должен сказать, я все время цитирую Станислава Ежелеца, но одним и тем же мозгом нельзя мыслить и верить. Надо выбирать как-то. Это невозможно. Еще раз. Вера как выбор отдельного человека не обсуждается. И у нас, слава тебе, Господи, светское государство. И хоть в Бога Перуна, да. А у нас светское государство. Ну, у нас по Конституции-то светское. Только при вынесении приговоров, только судью я берусь произминовать, вот эту вот, как бишь ее, да. Я ее берусь произминовать по Конституции. Она не читала ее. Она не в курсе. Ну, а если бы читала? А каждый. Ну, может быть, тогда бы затормозилось что-то. Вот в этом булькане, который она изрыгала, да, вот этот вот приговор. Слушайте, ну, у судьи тоже нет выбора. У нее есть статья. У судьи есть выбор не быть судьей с таким узеньким кругозором. Во-первых, уйти с общественно опасной должности, потому что она приносит тяжелый вред на эту должность, тяжелая опасность. Ее можно не назначать на эту должность. Она может устраниться, как я бы устранился, если бы меня назначили к впрыжке в высоту, к чему-то, к чему я не пригоден. Я не соглашусь. Не пригоден. Но это отдельный вопрос. Мы же не обсуждаем ее. Судья на своем месте сделала максимум, что могла. Дала условный срок. Судья на своем месте вынесла обвинительный приговор. Слава Богу, что непрецедентное право. Но она вынесла обвинительный приговор за мимику. За неправильную мимику. Абсолютная... Еще раз говорю. Можно радоваться, что мы сейчас не боремся за то, что его отстегнули от батареи, от наручника. Что его не бьют там, что он не в СИЗО. Можно, конечно, порадоваться этому. Но давайте мы будем себя все-таки отчитывать от Европы, в которую нас, правда, не пускают. Да? Уже. И сами мы себя от нее как можно дальше отодвинули. Сами. Но давайте мы все-таки будем себя отчитывать от чего-то более ли и менее цивилизованного. И еще одна важная вещь. Это какой-то остроумный, печальный человек заметил в Фейсбуке. Они сами копают котлованы для бассейнов. Да? Ведь это не новая мысль. Это катастрофа ведь прежде всего для православия. Вот такие приговоры. И такое лицо российского православия, выявленное вот так, это катастрофа прежде всего для православия. А может быть, это какой-то таинственный замысел? Ну, можно, да. Я не сторонник этих всех таинственных замыслов. Это по глупости, по привычной, по, так сказать, это те же грабли. Все тот же сон. Это победоносцев, которые кончаются матросом-железняком. Но поскольку вокруг люди, которые не понимают связи между победоносцем и матросом-железняком, то сразу бегают на эти же грабли. И потом эта же самая судья, шапаняк, начнет переговаривать священников. Когда маятник прилетит с другой стороны, и у него будет другая администрация над ней. У него просто будут другие законы. Администрация, какая-нибудь другая администрация будет давать ей квартиры, да, обеспечить ее благосостояние. Она будет переговаривать священников. Вот так же, вот так же бурча приговор невнятно. Вот так, вот и все. Это очень опасно прежде всего для православия. Ребята, не будите лихо. Ну, вроде бы, век назад, ну, прошли это. Причем это было в нашей стране, не в Руанде. Ну, вроде проходили даже в школе это. Те же самые люди срывали колокола. А кститесь. Писатель Виктор Шендерович и своим особым мнением народ с вами спорит бурно и подбрасывает дровишки в тему Соколовского. Ну, во-первых, спрашивают, можно ли плевать на закон, можно ли начхать на закон, интересуется Евгений. Ну, а правда, это что, акция гражданского неповиновения, когда человек так откровенно нарушает закон? Он же знал о существовании закона. Да, да. Думаю, что это акция гражданского неповиновения, вызывающая уважение. Ее посыл вызывает абсолютное уважение, потому что мы противостоим нарастающему клерикальному, надвигающемуся клерикализму. Уже надвинувшемуся. Да, уже есть приговоры. Уже все религии равны, а другая равнее. Ну, там пророк Мухаммед, там тоже упомянут, так что не будем уж совсем. Нет, неважно, неважно. Я сейчас говорю о клерикализме, в принципе. Да, клерикализме. На фоне, кстати говоря, того, если говорить об оскорблении чувств верующих, что-то я не слышу, значит, миллионов вступившихся, не вижу за свидетелей Иеговы. Пару недель назад в России, да, или месяц назад, рощерком пера 170 тысяч человек были объявлены экстремистами. 170 тысяч. Как дела обстоят с охраной их чувств? Где россияне... Они просто перестали быть верующими, это же очень просто. Они перестали быть верующими. Их, да, какой-то человек вот подписью своей выбросил из числа верующих, объявил сектантами. Да, конечно, разумеется, разумеется. У нас все по закону, все по закону. Кстати, эти же, кстати, о родимых пятнах, светли Иеговы, как известно, были запрещены при Гитлере. Да? Это все родимые пятна. Это все такие вот очень характерные родимые пятна. Братцы мои, по поводу оскорбления чувств верующих. Это очень широкая тема. И я, например, верю в разум. Вот есть у меня такая вера с детства. Так папа с мамой воспитали. И это мое чувство, это моя вера, да, в разум. Потому что шатается и поколеблена, и оскорблена существованием судей Шипаня. Да, это путинского призыва Чайк-Бастрыкин. Оскорблена. И я не думаю, что я дождусь приговора по факту оскорбления моих чувств. Они оскорблены не меньше, уверяю вас. Да? Не меньше. А гораздо сильнее и острее. Потому что мы имеем дело с интервенцией. Еще раз говорю. Есть вера частного человека, и она не обсуждается. А есть интервенция, насилие. Когда вторгаются, да, когда тебе запрещают что-то. Когда тебе объясняют, какой вере ты должен принадлежать. Когда одни равнее других. Это чрезвычайно опасно. И для той веры, о которой идет речь. Да? И для всех остальных. Это тяжелейшие родимые пятна. И главное, еще раз говорю, мы все это проходили. Мы все это проходили. А по поводу уважения к закону, да. Но к уважению к закону прилагается закон. Которого нет, при Путне нету суда. Нету правосудия, нету ничего. Да? Мы наоблок. Ну как же? Ну вот есть вот такие законы и вот такой суд. Нет. Совершенно верно. Это и означает отсутствие. Это и означает беззаконие. Когда мы говорим про Гитлера или про Сталина, тройки, да. Была прекрасная сталинская конституция и то, что творилось при Сталине. И были абсолютно законы, да, при Гитлере и то, что творилось при Гитлере. Братцы мои, мы должны просто понимать, чем право, права, универсальные права отличаются от законов. Права универсальные. Есть универсальные права человека. Посмотрите в Жан-Жака Руссо. Я не знаю, как он относился к непорочному зачатию, но почитайте его. Он, тем не менее, был не глупый человек. Есть универсальные права человека. И есть то, что с ними делают на местности. Там-сям, да, от Эфиопии до Гитлеровской Германии, да, и так далее, от Северной Кореи до нас. Что делают с этими универсальными правами человека? Как это обставлено? Каждый раз по-разному. Ещё просто вдогонку один вопрос, уже про человеческое совсем. Соколовский будет героем или люди обожглись на Чудновец и Павленском, интересует Сергей Зектеринбурга. Чудновец и Павленский очень разные случаи, замечу. Но, тем не менее, и Соколовский, возможно, третий случай, это не имеет никакого значения. Ещё раз, вы можете лучше или хуже относиться к Чудновец и Павленскому, к Соколовскому. Это три разных случая. Но это не имеет никакого значения для, извините за выражение, либерала. Потому что человек, посаженный неправосудно, человек, посаженный по политическому приговору, или хотя бы просто неправосудно, за этого человека надо вписываться, надо стараться, чтобы невинный человек вышел на свободу. Даже такой убогий, как Чудновец. Она не должна сидеть за то, что она убогая. Понимаете? За свои душевные качества она не должна сидеть в лагере. И мы должны были сделать так, чтобы она вышла на свободу. Она вышла на свободу и первым делом нас всех обосрала. Её право. Но это не значит, что она должна сидеть в лагере. Вот это простые вещи. Почему-то не понимают, вроде бы, нормальные умные люди. Какая разница, каков из себя Руслан Соколовский. Если у вас, да, он может быть вашим героем, может быть, не вашим героем, но он посажен, он получил обвинительный переговор безвинно. И может быть, кстати, посажен. Он на коротком поводке. Условный срок, да, это не свобода. Да, это любая, это не свобода. Это в любую секунду его можно. Он на коротком поводке. Вот по поводу поводка. Ты уже раньше говорила о том, что нас в Европу не пускают. Сегодня подтвержден безвизовый режим для ЕС. Завершил принятие безвизового режима для Украины. Это разумно для Европы? Ну, потому что все равно регион-то сложный. Регион сложный, и это, естественно, это риски свободного мира. Вот, понимаешь, есть риски свободного мира, есть риски казармы. А почему российский въезд безвизовый в Европу больше риск, чем украинский? Мы граждане страны-агрессора. Мы граждане авторитарной страны. И мы все за это наказаны. Да. Что здесь наказаны? Нет, нам не дано. Нет, это не наказание. Простите, нас никто не бомбит. Но, естественно, граждане страны отвечают. Это, я говорил всегда, история, она по суммарному вектору действует. И там есть общий штраф. Общий штраф. Да, в 30-х годах плоховато быть немцем. Даже если ты антифашист. Даже если ты не за Гитлера. Вот как-то узнают, или там в 40-х, да? Даже в конце 40-х. Как-то узнают, что ты немец. Как-то пустеет вокруг. Как-то люди не хотят с тобой особенно общаться. Да? Очень понятно. Ты платишь коллективный штраф. Да, за то, что ты гражданин такой, такой страны. За то, что от твоего имени это все делалось. А разве для украинцев это не некий бонус? Разве это не сверх доверие от его? Это бонус, безусловно. Это некоторое доверие, которое надо бы оправдать. Но это уже проблемы украинские. Это проблемы их диалога. И там, я думаю, найдутся люди, которые это скажут. Не мое дело это говорить. Там найдутся люди, которые в связи с этим скажут какие-то трезвые слова, чтобы эйфории было поменьше. Но то, что российские случаи и украинские случаи, разные случаи, это зафиксировано отношением, это довольно понятная и принципиальная вещь. Обижаться мы можем сколько угодно, на обиженных воду возят. Хочу только заметить по поводу наших прорывов. Я тут увидел рекламу аэрофлота. С 1 июня два раза в день рейсы аэрофлота, знаешь куда? В Белгород. Как думаешь, почему? Почему? Ну, напрягись. В Киев-то не летаем. А люди хотят на Украину. Людям надо на Украину. А мы в Киев не летаем. Значит, мы два рейса в день, невиданная вещь, в Белгород. Чтобы оттуда добираться. Это мы все делаем для наших граждан. Это мы... Ну, ведь правда же для граждан. Но, Виктор Анатольевич, дорогой. Может быть, для граждан в Киев прилететь. Может быть, для граждан извиниться перед Украиной и вывести войска. Ага, еще Крым отдать, да? Это, да, неплохо было бы. Очень неплохо. Но для начала, если мы так озабочены, да, летним отдыхом наших граждан, не два рейса в Белгород, блин, позорище, да? А просто в Киев. Четыре раза. И будет тебе счастье. Но в том-то и дело, что, соответственно, заработать охота, да, и это правильно, логично, спрос есть, почему бы не отбить у железных дорог? Да? Все равно им туда, в том направлении. Но какое же позорище, прости Господи. Виктор Шандерович, со своим особым мнением, меня зовут Ольга Журавлевич, и вот Дима продолжает полемику. Разве Соколовский не пытался заработать? Ютуб платит за ролики с большим рейтингом. Я против осуждения Соколовского, но при чем тут акт неповиновения? Да, я действительно, я забыл, что среди прочего, что вменялась, да, попытка заработать, да? Попытка заработать в угол, значит, в приговоре. Слушайте, но у нас у Навального приговор тоже... Попытка, он пытался заработать денег. Я, почему на свободе Сечин, Якунин, аэрофлот, весь аэрофлот, который только что в рейсы придумал в Белгород, всех сажать? Они хотели заработать. Это, оказывается, основание для строки в приговоре. Вообще, много перспектив. Нет, на самом деле, Дима говорит о том, что осуждение неправильное, но мотивация Соколовского отнюдь не гражданское неповиновение. Мотивация Соколовского – это предмет для дискуссии, для обсуждения, для гадания на кофейной гуще, для мнения. А приговор – это не мнение, это реальность, в которой мы живем. Давайте, черт возьми, держать тему. Относиться к Соколовскому можете хоть как чудновец. Но давайте держать тему. Обвинительный приговор по факту попытки заработать денег и мимического какого-то выражения лица, и, значит, речевых особенностей каких-то. Экспрессии речевой. Обвинительный приговор. Виктор Андреевич, а давайте еще про гуманизм немного. Нет, давайте про гуманизм. Вот, я только хочу заметить, что мы обсуждаем очень подробно прекрасный, условный приговор блогеру Соколовскому, о котором многие жалеют. Только хочу заметить, что человек, который чуть не выжег глаз Навальному, спустя две недели на свободе, и он не в розыске, хотя его фамилия известна, фотография известна, и в одно касание до Путина от этого человека он фотографировался со многими путинскими друзьями. Кстати, за фотографии Навального на отдыхе в интернете кто-то обещает заплатить немного денег. Да, хочет заработать. Я хочу все-таки вернуться к этому. Ау, господа Колокольцев, там, Чайка и все прочие, кто стоят на страже нашей законности. Ну, следствие идет, ну что вы. Нет, 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 не будем смыться с тобой, не будем валять дурака. Значит, вы покрываете преступника, вы соучастники преступления. Господин Колокольцев, господин Чайка, да, господин Бастрыкин. Вы соучастники, нет, Голокольцев вряд ли, да, он у нас теперь за это ни при чем, да. А вот эти двое, соучастники преступлений, покрывают преступления в первый раз, как в случае с Немцовым, как в более тяжелых случаях. Просто фиксируем еще раз, что пока мы обсуждаем, нужно ли было брать в кандалы блогера Соколовского за не то выражение лица, у нас на свободе, не разысканной и не в розыске, человек, который пытался прилюдно под телекамер выжечь глаз Навального. Вот все, что мы хотим знать о законе и о торжестве закона. Поэтому забудем об этом слове. Значит, есть корпорацию власти, в которую входят и Гундяев, и Петрунько, и Чайка, и Бастрыкин, и Путин. Вот они все, это судья, каждый на своей веточке, каждый на своей зарплате. Про законы. Можно подать заявку, спрашивает наш слушатель Гавриков, если подать заявку на проведение митинга за запрет проведения митингов, какой будет ответ? Не знаю, не знаю. Но, кстати говоря... Это же вполне законно будет. Да, кстати, еще одна тема этой недели. О спорт и мир, да. О спорт и мир и отмена статьей Конституции. Значит, под Кубок Конфедерации, да, нельзя Навальному, нельзя собраться теперь, потому что только по разрешению ФСБ. Вот радость, одна польза от чемпионата мира, практическая, Путина уже есть. Под это дело нельзя больше двух собираться. Это к вопросу все о законе, о Конституции какой-то, в которой записана какая-то свобода собраний. Это еще раз. Ну, безопасность, Виктор Анатольевич. Еще раз, Оля. Ну, все понятно, все понятно. Ты адвокат дьявола, тебе положено. Тем не менее, давай, я просто призываю слушателей, да, не валять дурака, отдавать себе отчет, что закона никакого нет и быть не может. У корпорации, которая захватила власть, и не отдает, нету никакого закона, а есть инстинкт самосохранения, и все инструменты, которые нужны для удержания у власти, все пущены в ход. От этой судьи, значит, продажной, до этого чайки, и до Петрунько, который может плеснуть в глаз кислотой. Все задействовано. Есть еще Кадыров про запас, если убить кого-нибудь. Ну, а вот как быть в этой ситуации? И не будем говорить, нет, как быть, каждый выбирает для себя. Но не будем только, я просто еще раз, не будем в 118 раз чего-то говорить про закон какой-то, да, вот про это только не надо. Закона нет. А прецеденты все тяжелее и тяжелее. Ну, вот хорошо. Если симпатичные, например, нам люди пытаются проводить какие-то акции, там, я не знаю, собирать на что-то деньги или организовывать какие-то митинги, они ведь должны действовать в рамках закона. Или уже все? Чипец за мельницу и делать, что хотим? Ну, в том-то и дело, что... Как должно? Как правильно? Нет, что значит правильно? Оля, ты, значит, загоняешь... Это тот самый дьявольский выбор, о котором говорил Аверинцев. Дьявол тебе предлагает выбор, не делай его, в обоих руках зло. Есть какой-то... Значит, подавать заявку на митинг – это зло. Еще раз. Мы принимаем как данность, принимаем как данность полуфашистский режим личной власти, который установлен в России, где все решается наверху, и нет никаких законов. Это мы принимаем как данность, как явление природы. И обсуждаем не его, а только что же делать теперь? Сидеть дома или выходить с зонтиком или без зонтика? В случае Навального надо было писать бумагу с просьбой все-таки уже выдать паспу. Дальше каждый решает... Разумеется, надо. Разумеется, надо. Здесь каждый дальше решает для себя. Но только не будем обсуждать тех, кто решает так или иначе. Гораздо важнее довести до сознания хотя бы. Я не представляю, выходить на улицы, сносить кремль. Я говорю, только доведите до сознания. И что изменится? Если довести до сознания, ты знаешь, через какое-то время, как правило, меняется. Если миллионы людей поймут, что они живут действительно в таком полуфашистском государстве, если они это доведут до мозгов... Нет, я думаю, изменится через какое-то время. И эволюция началась с того, это моя дарвинистская точка зрения, что обезьяна почувствовала себя человеком. Вот с этого начинается. Мы должны, если нас устраивает, если мы воспринимаем как данность эти условия игры, и только говорим о том, как же нам поступать, и не стыдно ли просить паспорт, если тебе выжгали глаз, не стыдно ли просить у власти паспорт? Вот тема для дискуссий. Отличную тему мы ввели для дискуссий. Не стыдно ли соглашаться на предложение власти и пойти другим маршрутом с митингом протеста? Мне кажется, стыдновато. Мне кажется, стыдновато, да. Но дальше я камня не кину в тех, кто соглашается на это, потому что это дальше уже выбор тактики. Тактики. А я сейчас... Гораздо важнее еще раз. Гораздо важнее зафиксировать статус-кво. Зафиксировать, где мы. Ребят, мы же по-прежнему чем-то гордимся. Мы по-прежнему галлюцинируем, что мы какая-то великая страна. Ребят, мы, так сказать, на уровне... По дороге к Эфиопии на уровне Венесуэлы. Мы там. Мы в этом ряду. И кто у нас там рядом с нами на параде, да, стоял? Царь Дадон молдавский. Золотого петушка еще не видно? Дадон уже есть. Никого кроме... Никого кроме... Опустело вокруг. Почему так опустело? Мы сами себя в изгои загнали. Сами. Ребят, если вы готовы, миллионы людей, ассоциировать себя с Путиным, то получайте Дадона на 9 мая. Единственного ваша союзника. Других нет, извините. Вот такой. Да? Если вас устраивает ваше место в мире, если вас устраивает, если вас гордость обуревает по этому поводу, ну, продолжайте гордиться. Платить будет, значит, если вы не доживете, ваши дети будут платить, ваши внуки будут за это платить. Потому что бесплатно это не проходит. Вот этот вот, да, царь Дадон, он бесплатно не проходит. А когда именно золотой петушок сядет на какое-нибудь темечко, да, это уже, как мать-история скажет. Но это уже второй вопрос. Главное для начала, чтобы мы зафиксировали. Есть несколько, просто пара минут, да, наверное, чтобы... Ну, не пара, чуть-чуть больше, да. Но вас очень просили сказать пару слов в памяти Даниила Дондурея. Мы просто всё время говорим на темы, на которые он много думал и говорил. Да. В девятом году вышла его статья, написанная вместе с Кириллом Серебренником, в поисках сложного человека. Статья такая осталась криком вопиющего, так сказать, номенклатурной пустыни. О том, что нужно сделать, не бояться сложного человека, рефлексирующего, непростого, критически настроенного. Власть не должна бояться этого человека. Сложный человек – это наш единственный шанс вытащить цивилизацию куда-то наверх из того дерьма, в котором она, да, из того усреднённого казарменного дерьма. Дондурей криком кричал об этом. О необходимости уважения к сложному человеку. Это было в девятом году. Потом был двенадцатый, потом четырнадцатый. Сложный человек и тогда был маргиналом. А с двенадцатого-четырнадцатого он стал уже просто врагом этого государства. Сложные люди… Причём врагом именно тех самых простых людей. Простых, да. Но только давайте закавычим это слово. Да, простота хуже воровства. Воровство тут тоже присутствует, заметьте. Так вот, сложные русские люди, которые как прошлые сложные русские люди будут составлять потом гордость цивилизации, если эта цивилизация выживет, да, они либо здесь в маргиналах, либо уже не здесь. А царит простота. И стилистика не искусство кино, которое создал замечательный, великий Данил Дундурей, да, а комсомольская правда, наш мажор, так сказать, стилистический и образец стилистический. Да? Скайбеда вместо Дандурея. Да, и это не проходит тоже безнаказанным. И мы, конечно, правильно многие писали, мы, конечно, толком не поняли, сколько мы потеряли со смертью этого тихого, интеллигентного человека. Он был воплощением интеллигента. Не потому что умный в очках, а потому что образованный человек, который чувствовал свою ответственность перед культурой, перед обществом. И его тихий голос был слышен для тех, у кого были уши. К сожалению, те, кто его слушали, тоже маргиналы. К сожалению, страна, как всегда, со свистом промахнула мимо этого совета, да? Громкость слишком большая у страны. Не услышала тихих слов потрясающего, замечательного Даниила Борисовича Дандурея, светлая ему память. Но мы еще не раз, я думаю, будем перечитывать и хвататься за голову, как же мы не видели этих простых слов, как же мы не слышали этого тихого голоса. У нас, к счастью, осталось достаточно много и написанных, и сказанных Даниилу Борисовичем слов. И, к счастью, в нашу информационную эпоху ко многим словам можно вернуться еще раз подумать. Как минимум есть эта возможность. Тут еще надо, чтобы было желание. Чтобы было желание перечитать. Мне жаль неузнанные до времени строки, но все же строка она со временем прочтется. И перечтется, много раз и ей зачтется, и то, что было с ней, останется при ней. Но вот глаза, они уходят навсегда. Как некий Рим, который так и не отрыли, как реки. Некий мир, который так и не открыли. Не открыть уже и в этом вся печаль Юрий Левитанский. Но мне и вас немного жаль. Мне жаль и вас за то, что суетно так жили, так спешили, что и не знаете, чего себя лишили, и не узнаете. И в этом вся печаль. Это Юрий Левитанский. Вполне, вполне, вполне. И про Даниила Борисовича Дондулея, конечно. Спасибо большое. Писатель и журналист Виктор Шендерович о своем особым мнением. Меня зовут Ольга Журавлева. Всего доброго. Счастливо. Писатель и журналист Виктор Шендерович